Доброе утро всем! Тю-тью мой, так что-то он не поет, а так что-то тю-тью-тью-тью. Я ему вот насыпала скорлупы яичной. Он там, кстати, вроде бы как ее и ковыряет. Наверное, в ветеринарную клинику схожу, спрошу, это, витамины, может, какие ему надо. Так вроде бы жрет. Вот это вот на мусоре на 5. Но не поет. Соловьи мой, соловьи. Вот так живый, вон, видите, пипикает. Такой вот не скучный, не... Такой вот прыгает туда-сюда. Да, а? Че ты не поешь? Ну-ка, быстро пой. Вот я себе там такой завтрак делаю. Офигеть можно. У меня, короче, колбаса, помните, как-то покупала, пропадает уже. Пропадаю я. И я думаю, а че бы туда яиц вот так вот не набить. И вот такая у меня будет яичница. Как? Как, не знаю, когда. Никогда такое не ела. Ну, точнее, даже не помню, когда это было. Вот. Так что, будет у меня вот такой завтрак. Чисто прям, я не знаю, русский, наверное. Вспомнице, по-моему, так не делают. С колбасой яичницу не жарят. Ой, блин. Очень вкусно. Мои баклажанчики сейчас отправятся в духовочку для конечного результата. Я тут включила пение канарейки по YouTube. Может быть, он за компанию запоет. Ты не будешь петь? Ты не будешь петь? Все разбросала все эти. Скорлупу. Тут тоже намусорил. Посмотрим. Пускай развлекают его сородичи. Да. Давай, пой. Пой, птичка, не стыдись. Может, позавидует, запоет. Соловей мой, соловей. В общем, я вчера не купила никаких фруктов. Я сделала феморкадону-то за этим. За черешни, а ее там не было. Думаю, ну ладно, наверное, расхватали. Сегодня поехала в Лидл за черешней. А ее там тоже нет. Что, черешня кончилась, что ли? Или что? Что-то я не поняла. Что-то быстро она закончилась. Я не успела наесться. В общем, купила в Лидл вот такой салат Цезарь. Я обожаю его. Не пойму, моя птичка. Или не моя. Вроде похоже на мою. Не знаю. Сыр сейчас добавлю. Я вчера забыла купить. Купила нектарины. Конечно, не черешня. Далеко не черешня. И они дубовые. Ну, ничего, поспеют. Свеклу красную. Я обожаю ее. Вот именно с чесноком и с майонезом. Очень вкусная. Мужу вот такую чуфу купила. Урчата да чуфа. И вонючку в туалет. Вот и все. Так что буду ждать мои баклажанчики. А, нет. Я же хотела котлеты рыбные достать. Баклажанчики-то одни. Что-то как-то не мясо, не рыба. Что-то не то. Надо достать. Рыбные котлетки. Одна не поместилась. Я ее разломила. Почему бы и нет? И мои баклажанчики. Я не люблю корочку вот эту вот сырную сверху. Поэтому я люблю, чтобы он был такой расплавленный, в жидком состоянии. Вот так вот, видите. Чтоб тянулся. Блин, они такие, наверное, вкусные, что просто офигеть. Так что я пошла кушать вам всем. Тоже приятного аппетита. Я тут уборочку затеяла. Постоянно вот эту пыль прибрать. Полы протереть, пропылесосить. В общем, свою орхидею рассматриваю. Все-таки у меня будет еще новый цветочек. А еще у меня радость. Я хотела протереть, как всегда, ей листики. Смотрите. Видите? Блин, как вам показать-то? В общем, лезет новый лист. Смотрите. Видите? Новый лист лезет. Ну, надо же. Так что ей у меня даже очень хорошо. Ставим на место. Как бы ее так поставить, чтобы она красива была. Даже не знаю, как. Ну, так точно некрасиво. В общем, вот так. Вот так будет красиво. В общем, да. Ей нравится. У меня все замечательно. Буду дальше. Сейчас я ее протру листики. Положу вот эту вот тряпочку туда. Вот. Жарко. Очень жарко включила этот вот свой там. За спиной крутится пропеллер. Я хочу, чтобы со мной все ребята пели. Вот эту вонючку включила. Она прям так вкусно пахнет. У меня есть вообще разные вонючки. Вот. Вот эту вот в Меркадоне покупала. В общем. Ну, вот следовало мне нравится больше, как пахнет. Сейчас протру листики. И буду шерсть собирать Чарлину. Да, помимо Чарлины шерстью, у меня теперь еще и перья вот этого друга. Он, кстати, весь сожрал этот, как его называется. Шпинат ему давала. Весь сожрал. Да. Пищит. Да. Чуть, что ты не поешь. Пой, птичка, не стыдись. Может, ему жарко? Да ничего, нормально вроде бы. А этот все. Может, ему тоже жарко. Он сырой, но что-то загнулся. Что-то ему может всем жарко. А им вообще может быть всем жарко. Ну и выпрешу нахрен его. Может быть, вы не съездите опять в этот. В магазин цветочный купить себе щек, порадовать какими-нибудь цветами. Видите, вот нормально. Все с ними. Не заливаю, забываю. Типа я такая делаю вещь, что я не помню, не помню, что надо поливать. А у самой так руки чешутся. А еще у меня вот есть вот такой закуток. Там у меня, ну это вот вход на террасу большую наверх. Тут у меня средства чистящие. Там весьма исландцы типа на пляж. Здесь грязная одежда. Духовка. Кстати, тоже здесь стоит пластик, чтобы пыль там не садилась. И все такое на свете. Вот, все это под крышей. Еще я сортирую мусор, поэтому у меня всегда здесь бардак. Например, вот здесь пластик, там картон, а там у меня это стекло. И поэтому получается всегда такой бардатень. А еще у меня здесь есть вот такой шланг волшебный. И я иногда, ну естественно, ведро наливаю и себе освежаю ножки. Сейчас покажу. Вот так вот. Когда мне жарко, я прихожу сюда и вот так делаю. Ну и заодно помою вот так вот. Начинаю тут мыть. Ну, естественно, напор больше. Вот так все. Освежаю немножечко. Вот. И вот так мне становится сразу классненько. Так что вот такой вот у меня волшебный закуток. Кстати, что духовка находится снаружи, это очень удобно и не так жарко. Но зимой я, конечно, это у меня тоже пляжная сумка там стоит. Вот. Зимой, конечно, я жалею, что духовка не стоит внутри. Но летом вообще это кайф. Так, ладно, пошла я полы мыть. Такой вот вам закуток показала. У меня там не сильно сейчас мусорно. Потому что мусор, вы знаете, очень много всякого. Сейчас баклажаны свои уберу. Я как начала сортировать мусор, оказалось, что очень много картона, пластик. Так, вообще я молчу. Буквально вот это вот за сегодня чуть ли не пол пакета, представляете? А это вот два человека живут. Уже как-то рука не поднимается, пластиковый, например, там, ну не знаю, вот из-под мяса вот этот вот пластиковый контейнер. И выбрасывать его в обычное ведро как-то мусор, ой, рука не поднимается. Поэтому, ой, у меня тут, блин, кукуруза, может кукурузу посварить, а? Сколько времени? Времени, время уже шесть. Никакой кукурузы мы не будем варить. Водичка еще у меня осталась. Вот такая с арбузной, алоэ вера. Блин, забывай про кукурузу. И не это. Ее можно было бы часа в четыре съесть. Кстати, я хотела, знаете что? Сходить в фруктовый магазин и все-таки посмотреть. Может быть там есть этот, как ее называть-то? Черешня. Ну, что-то мне не верится, что так быстро черешня прошла. Это как? Я видела там яблоки такие, знаете, продавались. Ну, тут марокканские, я думаю, везде одинаковые фруктовые магазины. У нас, по крайней мере. Мне кажется, их всего один марокканец держит. И вот у него сеть вот этих вот фруктовых магазинов. Ну, сеть три, по-моему. И я вот, когда видела, у него, знаете, какие яблоки продавались? Вот как наши настоящие, такие вот маленькие, зелененькие. Вот. Ну, не вот эти вот восковые, блин, все такие блестящие, все такие красивые. А вот сельпухара, мне кажется, вот у них там яблоки, они такие должны быть вкусные и хрустящие. Вот что я пойду посмотрю, наверное, если будет желание. Пока полы протру быстренько так. Смотрите, по-моему, на следующей неделе в Lidl привезут вот такой вот аппаратик. Это для пяток. Блин, только сейчас работал. Вот так вот отбирает. В общем, на сухую надо работать. И батарейки садились. Подзарядила немножечко. Вот. Вы знаете, я как-то многими средствами пользовалась для того, чтобы пятки, в общем, блестели, скажем так. Была, знаете, даже такая вот, такой станок с лезвием. Вот. И вот так вот срезалась вся кожа. Но никому из вас я не советую пользоваться этим станком. Вот именно для ног он срезает лезвием всю кожу. Да, пяточки становятся как новенькие. Ну, нужно, конечно, аккуратно все это срезать. Но кожа потом вырастает просто в два, а то и в три раза быстрее, толще. В общем, видимо, мы срезаем эту кожу. И потом организм наращивает ее в двойном размере. И то есть там у меня пятки через два-три дня опять там хоть срезаю. И, в общем, я потом ушла от этой бритвы. Ну, его нафиг. Вот. И опять, знаете, пемзой чистила. А потом вот эти вот аппараты, они вообще очень дорогие везде. А в Лиделе что-то стоит, по-моему, 12 евро. И мне очень нравится. Я про него совсем забыла. Он у меня где-то лежал. Там непонятно где. А вообще, знаете еще какое средство? Агваоксихинада. Агваоксихинада это, блин, рано чем обрабатывают. Как же она? Сейчас вспомню. В общем, перекись водорода. Не знаю, как там оно по-другому называется. Перекись водорода. Вот берете, смотрите, на литр воды, ну, где-то на литр воды нужно вот такую вот баночку на литр воды. Да? Это вот медицинская. А это не та, которая для покраски, а вот медицинская. Но для обрабатывания ран. И вот это, видите, 250 где-то на литр воды. И в горячую воду опускаем, добавляем мыло. Опускаем ножки минут на 20-30. И потом пемзо. Ножки становятся как у младенца. Проверено. Пользуйтесь. Вот. Ну, мне, знаете, лень наливать в тазик воды и сидеть потом вот так вот отмачивать ножки. Ну, у меня они еще не совсем такие запущенные, чтобы их там мочить. Но это вообще средство на литр воды 250 перекиси водорода. Ну, вот такой медицинский. Вот. И сидите там. Кстати, и зато и грибок тогда это самое подлечится. В общем, все это только плюсы. А я вот этим вот станочком сегодня нашла. И буду им пользоваться. Вот эти как-нибудь. Так что вот так вот. Может быть, у вас какие-нибудь тоже есть средства такие, знаете, народные. Где легко и просто все это убирать. Делитесь. Буду только рада. Ну, вот. А я сейчас пойду надену какое-нибудь платье и пойду схожу в фруктовый магазин. В это лишь легче дышится. Вот. Все равно по улице вот так вот идти. Главное, чтобы полиция не застукала. На 100 евро штраф без маски ходить. Купила черешни. Два вида. Одна в 6 рублей евро. Другая в 6 с лишним. И он, это, продавец, мараканец, говорит, все, говорит, черешни заканчивается. Я говорю, что-то, говорю, нигде нету. Он, говорит, заканчивается. Дорогая и ее нету. Вот такой, говорит, смотрит. Ты же, говорит, русская? Я говорю, ну да. Он, говорит, я когда сюда приехал, не мог различить русская, румынка. А сейчас, говорит, могу. Я говорю, да, мне, говорю, нас всегда с румынцами путают. Так что, вот, арбуз купила. Четвертинку. Потому что они огромные арбузы у него. Такие продолговатые. Семечками очень вкусные. В Испании, почти многие семечки, арбузы продаются без семечек. Сорт такой. А эти вот, кто-то мне из подписчиков писал, что они именно сморок. Всегда были. Ну, конечно, бывает, попадется и не сладкий. Фу, на гору еле залезла. Но надеюсь, что вкусный. Вот. Сейчас поеду. Тут уже можно снять. Пойду, Чарли возьму. И пойдем гулять. В горы сегодня пойду. Сегодня такой ветерок хороший. Дует. Поэтому будет комфортно гулять. Спокой, арбуз купила. И черешня. Это подороже почему-то. Не знаю. Я говорю, пойду попробую. И ту, и другую. Сейчас покладу все в холодильник. Я не знаю, куда он влез. Но вы посмотрите на этого хрюнделя. Чарли. Смотрите. Чарли. Мирами. Смотрите. Только морда одна. Не знаю, куда он лезет. Морда именно. Все. Мы идем в горы. Так пахнет это хвоей. Хвоей, что ли. Хвоей. Иголкин, короче. Там наш город. Тут свинтус. Ой. Ой, блин. Кого-то сегодня душ ждет. Смотрите, какое дерево красивое. Я всегда тут прохожу. И прям цвет мой. И всегда им любуюсь. Смотрите, какие классные. Они уже отцветают. Что это за дерево, я не знаю. Но оно обалденно красивое. И огромное. Смотрите, какое большое. Крутое. Там есть, по-моему, такое же красное. Но оно не такое пышное. Вот там. А здесь прям вообще. Гляньте. Класс. А еще здесь мужик бегает. Какие-то конусы понаставил. Вот видите. Оранжевые какие-то. И бегает. Время засекает. Может быть, какой-нибудь маратон себе устроил. Вы бы хотели жить с видом на кладбище. Здесь кладбище. Здесь дом. Люди живут. Хотя, знаете, ко всему привыкаешь. Не такое уж ужасное место кладбище. Зато тихо и спокойно. Мы уже в город заходим. Так что нужно надевать масочку. А то штрафик прилепят 100 евро. А мне это надо. Кому это надо? Никому не надо. Кому это нужно? Никому не нужно. Это были ванные процедуры приняты. Вот так вот. Какой может быть порядок в доме? Вот с этим вот чудищем. Ну как вот так может, а? Какой порядок? Никакого порядка. О, вот. О, вот, пожалуйста. О. Все, пошла я тоже в душ. Не, ну вы посмотрите, а. Пришло время арбуза. Вы там снимаетесь? Вот. И пойду монтировать. Не поняла. Не хочется, чтобы вся морда лица была в арбузе. Вкусный. Хороший. Всем пока-пока. До давтра.